здравствуйте мои зрители я всегда хочу поддерживать себя в отличной форме но как же быть если ты едешь командировку если у тебя нет времени ты пропускаешь тренировки возникает необходимость достаточно эффективно тренироваться чтобы поддерживать свою мышечную массу и силу в любых условиях и сегодня расскажу вам о способе как это сделать с помощью резиновых петель или как еще говорят американцы resistant band вот собственно как выглядят эти ленты и сегодня я дам вам программу тренировок на первые 1-2 месяца также вы сегодня узнаете как получить программу тренировок с резиновыми петлями для тренировки по сплит системе то есть следующий этап и еще вам расскажу сегодня как получить программу тренировки на турниках себе на почту ну начнем с того что тренировку нужно начинать с поработки мышц ног собственно мы сегодня говорим о поработке в течение одной тренировки с помощью резиновых петель всего тела это программа первого уровня с резиновыми петлями и начинать его нужно с крупных в больших мышечных групп поехали скажу сразу что это упражнение очень серьезно это не для начинающих поэтому если вы не тренированный человек начинаете с изучения этого упражнения без резиновых петель потому что взять в стартовую позицию эти ленты нужно развить усилия ну порядка 20 килограмм в каждой руке на бицепсе если же тяжело берите ленты более слабого уровня или занимайтесь пока что без лент в этом комплексе при тренировке ног и так мы берем выводим стартовое положение две ленты удерживаем их в таком положении и делаем выпад то есть это шаг назад и шаг вперед сохраняя максимальное надежение на протяжении всей амплитуды сделав нужное количество повторений я рекомендую 10-15 не более или повышать нагрузку если вам легко проделайте то же количество повторений для другой ноги для каждой ноги нужно выполнить по три сета с возрастающей нагрузкой следующее упражнение предназначено для развития мышц груди если вы хотите накачать классные грудные мышцы то постепенно выбираем себе более или менее или менее сложные упражнения самые начинающие могут делать жим резиновых лент для груди те кому отжиматься от пола сложно следующий уровень мы уже делаем отжимания пола без резиновых лент и самый серьезный уровень это выполнение упражнения отжимания пола с резиновыми лентами смотрим вверх это очень важно и делаем с полной определенной отжимания с дополнительной нагрузкой существует тысячи упражнений с резиновыми лентами можно тренировать абсолютно все мышечные группы но возникает вопрос нагрузки вы можете либо приобрести несколько различных лент с разной степенью толщины и мощности сопротивления это недорогое оборудование поверьте кроме того она легкая не занимает много места то есть всегда вы можете носить свои тренажеры с собой другой вариант если у вас есть возможность обладать только одной резиновой лентой вы можете с помощью разной степени натяжения регулировать нагрузку или использовать сразу несколько лент например если лента одинаковой длины вы можете в следующем подходе брать сразу две сейчас я показываю упражнение для совершающих мышц спины мы становимся в выход выпрямляем спину поднимаем по полу до вверх и тянем к поясу в конце очень хорошо на максимальном сокращении мышц и на максимальном растяжении ленты придерживать достигать пикового сокращения кстати тренировка с резиновыми лентами дается просто невероятное пиковое сокращение как ни что другой как ни одно упражнение как ни один другой тренажер это упражнение называется тяга резиновой ленты к поясу оно развивает вращающие мышцы спины или крылья вот как они выглядят сзади такие крылышки вам не сложно будет их накачать если вы создадите достаточно мощное сопротивление тоже делаем три сета также как с отжиманиями из тренировка и ног сначала подход с минимальной нагрузкой потом три подхода с максимальной нагрузкой кстати возникнет наверняка у вас такой закономерный вопрос где лучше взять такое оборудование лично я узнал об этих петлях из роликов на ютюбе совершенно случайным образом до этого я тренировался испан когда мне нужно было заменить нагрузку в тренажерном зале со свободными лицами в общем доказалось что не сложно найти в продаже эти петли это недорогое удовольствие я просмотрел несколько магазинов один из них мне показался наиболее оптимальным вот его ссылка и я позвонил и они мне любезно предоставили эти резиновые жгуты за что огромнейшее конечно спасибо кроме того они даже любезно сами предложили для людей которые посмотрят это видео сделать скидку так что смотрите говорите смотрели обращайтесь и можно будет тоже такие штуки получить ну или где вам будет удобно в общем так ну а сейчас мы продолжим нашу тренировку итак пошла пора тренировать дельты это вот такие штуки которые вырастают здесь если делать вот такое вот упражнение наступить на резиновую ленту ногами взяться как можно более широким хватом и оставляя локти постоянно выше чем кулаки чтобы не работал бисепс тянем вверх чем уже хват тем больше будет работать передняя дельта и тропецветная мышца это не очень хорошо беремся с широким хватом можно высоко не поднимать но чувствовать именно среднюю дельту мышцу это очень важно результат не заставить себя ждать независимо от того какой хват вы выберете узкий не пытайтесь кидать ленту как можно выше локти должны быть ниже плеч потому что в более высоком положении больше нагрузки пойдет на тропецевидные мышцы чем на дельтовидные мышцы а это упражнение для дельтовидных мышц для каждой мышечной группы существует масса вариантов упражнений с этим оборудованием но так как это общая программа мы можем позволить себе только по одному упражнению для каждой мышечной группы потому что нам нужно вложиться в один час если мы будем заниматься два часа тогда тренировка уже будет на выносливо из мышечной массы и силы растения поэтому я выбрал одно из некоторых упражнений для бицепса мы прикрепляем резиновую ленту к ножке пивана к любому надежному предмету, хоть батарее главное чтобы ничего не отломалось становимся ровненько и вот в таком положении начинаем накачивать бицепс если вам легко всегда можно дать резиновую ленту помощнее который создаст нагрузку и 20, и 30, и 40 кг обратите внимание я поворачиваю кисть что создает дополнительную нагрузку на бицепс с цепинацией кисти это очень важно возникает вопрос какая мышца самая главная я считаю что безусловно это пресс и с помощью этих петель отлично можно потренировать пресс кроме того эту петлю можно с легкостью закрепить вверху что нам собственно и позволит потренировать такие мышцы как трицепс и пресс очень хорошее упражнение для пресса это скручивание у верхнего блока если вы в зале делаете но если блока нет эти петли великолепно справятся с задачей просто нужно натянуть петлю достаточно сильно и либо стоя, либо стоя на коленях работать а поначалу людям трудно синхронизировать руки зафиксировать их возле яйца вы можете тогда просто повернуть немножко руки и прижать их к макушке или к лбу и не отрывать но мой вариант стоя на коленях еще более понятно для начинающих просто садимся как бы на пятку и прижимаем локти к коленям в точке максимального сокращения вы можете видеть живота в точке мышц пресса мы делаем маленькую паузу и выдыхаем также вы можете покачать косые мышцы пресса вот таким вот образом это вот скажем так вот здесь работает комплекс мышц и они неплохо ощущают вот вот в этой как бы зоне не кубики а внешние косые мышцы живота точно таким же способом можно тренировать трицепс ставим одну ногу вперед одну назад чуть-чуть отводим назад тач чуть-чуть проседаем и вот пожалуйста готовое упражнение готовый тренажер для трицепса вам легко? возьмите, сделайте то же самое одну руку уверяю, легко не будет в этой точке нагрузка килограмм пятьдесят и это точка пикового сокращения трицепса что позволяет получить вот такую вот форму то есть подрезать трицепс что немаловажно ну и наконец такое упражнение как гиперэкстензия тоже в домашних условиях не сделаешь но все знают как полезно и необходимо тренировать мышцы поясницы начинающие просто могут выполнять дома по 30 наклонов и тоже поясница будет закачиваться но для того чтобы заниматься упражнениями этого недостаточно нужно использовать все более сложные резиновые ленты удерживая их например вот вот таким образом можно делать наклоны уже с большой умностью поясница будет великолепно прорабатывать вот такая вот интересная тельмера позволяет вам поддерживать в тонусе длинные мышцы спины приступайте к тренировкам сегодня если вы будете откладывать на завтра вы так никогда и не начнете выполняйте упражнения именно в той последовательности в том количестве повторений что я вам показал тренируйте через день если вы будете тренироваться каждый день лучше не будет наоборот вы будете прогрессировать медленнее из-за того что мышцы не будут восстанавливаться и расти я рекомендую заниматься по такой программе общей с резиновыми лентами для мышц всего тела от одного максимум до двух месяцев что же делать дальше когда эффективность этой программы уже будет не такая высокая вы перестанете замечать прогресс существует несколько вариантов можете обратиться лично ко мне вот здесь появляется ссылка это тренировки по интернету по skype то есть я буду лично вам разрабатывать уже дальнейшие программы другой вариант более простой просто зайдите по вот этой ссылке оставьте вашу почту и периодически я для людей которые оставили почту рассылаю различные предложения и бесплатные программы в том числе с резиновыми лентами обязательно ждите обязательно вам пришли какой бы вариант вы не выбрали я постараюсь вам помочь и уверен что прогресс будет ключ в том чтобы не заниматься под ними тем же программам выбирать самые эффективные программы и как видите мне удается себя поддерживать в хорошей форме что мне длительное время не удавалось и вам обязательно это удастся как бы долго вы не занимались без особых результатов вот на такой воздушевляющей ноте с вами прощаюсь спасибо до следующей встречи и и и и и и и и и